Недельная глава с участием Рава Лайтмана Здравствуйте, дорогие зрители! У нас недельная глава с участием Рава Лайтман Здравствуйте, Дани! Глава с участием Рава Лайтман продолжает предыдущие главы Там много понятий Пока краткое содержание Краткое содержание главы В главе Шофтим продолжается объяснение заповедей, которые Моша передал народу Исраиле Перед вступлением в землю Исраиля Там открывается указание выбрать судей, чтобы они судили судом праведников и стражников Чтобы следили за соблюдением закона, дабы был праведный суд в народе Исраиля Интересна часть в этой главе, которая рассматривает законы о царе Он должен быть избран только из народа Другая часть главы говорит о запрете колдовства И еще часть говорит о законах поведения народа Исраиля Видимо здесь народ требует социальной справедливости Раф Лайтман Народ Тора предназначена для каждого и дана для того, чтобы человек себя исправил Как сказано, создал творец злое начало, создал и туру в приправу И человек должен прежде всего раскрыть, что он переполнен скверной, злым началом, что он эгоист И неважно требует ли он общественной справедливости или нет, он должен раскрыть это И тогда он достигает своего исправления Он должен раскрыть, что он живет жизнью дословно преступной Как мы это раскрываем в судные дни Когда мы говорим, что мы делали преступления и грешили И человек должен на самом деле раскрыть, что он произвел все эти преступления И если человеку кажется, что он еще не настолько плох На самом деле это показывает, что он не достиг всей истины Не раскрыл злого начала И тогда приходит злое начало Только в этом случае приходит Тора Потому что Тора дает свет, который привлекает к источнику И он должен знать, для чего себя исправить Чтобы прийти к любви, к ближнему, к соединению с другими И тогда ему предстоит большая работа Когда он идет во тьме, в пустыне Когда он кричит к Творцу, производя выяснения Поднимает свои просьбы, называемые иман Производит все возможные нарушения Соглядатов, разведчиков И проходит споры, пока не приходит в землю Исраэль То есть исправляя себя все время И видит, что его желание становится исправленным настолько Что он может воспользоваться им Не просто так сокращая его и не пользуясь им Но он начинает даже пользоваться им во благо ближнему То есть все мои желания, которые я раскрыл В которых я находился только ради собственной выгоды Обманывая всех Делая всевозможные трюки с людьми Обманывая всех таким образом Сейчас я достиг такого очищения и исправления В результате 40 лет пустыни Что я приближаюсь к земле Исраэля Когда я приближаюсь к такому этапу своей работы с эгоизмом Когда я могу пользоваться им даже во благо ближнего Это называется, что ангел смерти становится святым ангелом И тогда это совершенно другая работа уже Это работа, когда я на самом деле должен Поставить судей и стражников Когда судьями называются Те, когда Те мои решения, когда я принимаю решения заведомо Это называется головой моей души Когда я знаю, как пользоваться своим эгоизмом Как я должен сформировать его таким образом Чтобы я Преобразовал Всю глубь моего зла во благо ближнего И это называется судьями А затем я должен поставить перед собой стражников Когда если я вдруг начинаю делать это Чтобы я не отклонился от пути Чтобы если Я знаю, что мое решение правильно Что же тогда в действии Это называется телом порцуфа души И тогда душа Это те эгоистические желания Которые я преображаю в радиотдачи И если я пользовался ими эгоизма У эгоизма не было головы Мне не нужна ему для него голова Потому что я действую инстинктивно Но если я сокращаю это желание И хочу им пользоваться во благо ближнего Тогда я должен произвести сокращение Потом решение, выяснение, что я буду делать Это с помощью света, возвращающего к источнику Чтобы пользоваться во благо своим эгоизмом Это называется возвращением к ответу И тогда я пользуюсь всеми этими желаниями Только во благо ближнего Без обращения к самому себе И тогда есть программа Которая называется судьями И выполнение ее, которое производится в желаниях Это называется стражниками То есть два свойства отдачи Одно для того, чтобы спланировать это действие Называемое судьи И второе, чтобы выполнить Называемое стражники А желания остаются теми же желаниями Как мы выяснили Что когда-то это были ужасные желания Которыми я только причинял вред ближнему И только доставлял благо себе Все эти желания становятся прямо к Творцу То, что называется Ишаркель Исраэль прямо к Творцу Когда я называюсь Исраэль Мое желание называется Земля Исраэля То есть земля — это желание Исраэль прямо к Творцу Когда это направлено на благо ближнего На благо Творцу И так мы продвигаемся И в таком случае нам нужно здесь В основном Использовать эти две силы Чтобы они охраняли меня И чтобы мы могли сейчас Произвести правильное выяснение Сначала было выяснение Сладкого и горького Что такое сладкое Это я беру А горькое я отталкиваю от себя А в выяснении Истинной лжи Уже существует Горькое и сладкое Истинная ложь Когда отдача — это высшая сила Когда я хочу приблизиться к ней Находиться в соединении с ближним Использовать свойства отдачи Поэтому дано нам человечество И весь мир Когда мы можем Тогда это выполнить И тогда нам необходимо работать В таком виде с собой То есть через любовь к ближнему К любви к Творцу Как сказано И таким образом Мы приходим к этому И есть здесь много деталей Но по сути дела Исправление всех наших желаний От получения ради себя Только пользоваться всем Чтобы было мне сладко А не горько На использование Чтобы было хорошо ближнему Это называется истинной ложь Когда истина этого блага ближнему Даже если мне горько Вследствие этого И я же ведь Желание наслаждаться Желание получать Это называется Что я произвожу заповедь С каждым желанием И тогда 613 заповедей То есть 613 желаний Инстинктов эгоистических Которые существуют у нас Когда я использую Находясь в них всех Я их преобразовываю Во благо всех Во благо ближнего И тогда Есть здесь Две ступени Одна ступень Называемая пустыня Которую я прохожу Доходя до уровня Бины До уровня Отдачи А затем до уровня Земля Израиля Желание отдавать Когда я Исправляю себя В использовании всех Желаний ради Отдачи И тем самым Я становлюсь уже Получающим Получающим Раскрытие Творца И в этом По сути дела Состоит Заключается цель Достичь такого состояния Каждого Каждому И всего человечества Вместе Поскольку мы находимся Уже в полном исправлении В полном освобождении Избавлении Что это значит Что мы бы Поднялись Над эгоистическим Использованием Всех желаний На альтруистическое Использование На хорошее Использование Ради всех И ради Высшей силы Творца И тогда Получается у нас Что мы достигаем Общего исправления Всех желаний И объединяемся Вместе Так каждый В своем Желании По отношению К другим И эта форма Называется Что мы достигаем Раскрытие Святой Шхины Обители Нессет Исраэль Ну если так Тогда мы действительно Должны обсудить По этапам Переходим к этапу Вопросов и ответов Вопросы и ответы Итак Первый вопрос Действительно Вы говорите о том Что когда человек Раскрывает Что все его желания Это эксплуатировать Использовать Ближнего Нужно исправление Но человек же Этого не чувствует Человек не чувствует Этого Но он хочет Поградить другим И конечно Когда другие говорили Мне не понимал Это может Надо это Представлять себе Или соглашаться Но нет ощущения Мы привыкли Что есть судья Нас судят Но никто не знает Что это такое Судья во мне Что имеется ввиду Говорится же О намерении А не о действии Конечно И в действии Мы не знаем Этого Тоже не осознаем Здесь Дело простое Когда мы начинаем Раскрывать Что мы Производим Эти все действия То что называется Злодеянием И ошибками Это только Это только по отношению К ближнему Когда я начинаю Сближаться С ним Когда я начинаю На самом деле Каким-то образом Производить действия По объединению И тогда я вижу Насколько я неспособен Не желаю Забываю Отталкиваю Это И Отвращаюсь От этого В любом Возможном Месте И вдруг Я обнаруживаю Что я забыл Что Тора Приводит меня К этому И весь Исраиль Товарищи И я забываю Об этом И так происходит С каждым И в той мере Насколько он Стремится Прийти к объединению Поскольку Таково указание Мы не можем Прийти к духовному И к осуществлению Торы вообще Если мы Не идем На объединение Между нами Так что же такое Судья Судья Это Мои мысли Каким образом Я могу сейчас Все свои желания И мысли Которые раскрываются Мне То есть раскрыты Во мне Поскольку есть еще Масса желаний И мыслей Которые находятся Во мне Но не раскрыты Мне Так давайте Говорить о тех Свойствах Которые я Хоть как-то познал Как я могу Судить о них В каком состоянии Находятся И как я могу Преобразовать их Во благо ближнего Или по крайней мере Раскрыть Насколько я не желаю Блага ближнего Насколько я нарушитель Это тоже Большое раскрытие Нарушитель в Торе Это непростая ступень Очень высокая И на самом деле Тора написано Для грешников Создал злое начало Те у кого есть Злое начало Так пожалуйста Есть для них Тора Если ты не чувствуешь Что ты эгоист Нарушитель А просто так Говоришь Об этом То ты не удостоился Торы Тора не для тебя Так что это значит Справедливый закон Который установил Судья Ну не справедливый закон В чем проблема Нет нет Судьей называется Когда ты раскрываешь После того как ты Буквально направляешь себя На объединение с ближним Ты начинаешь судить Самого себя Я на самом деле Хочу соединиться с ним Нет Для чего мне надо соединяться На какой основе Я осуществляю этот закон Мне сказали Что так нужно поступать Кто-то рассказал мне Я хочу будущий мир Я хочу этот мир Может быть я хочу Заработать на этом что-то Или на самом деле Я хочу это сделать Во имя Творца Без всякого обращения к себе Есть много здесь Вещей и ступеней На каждом шагу И тогда ты раскрываешь Что ты зло Без того Чтобы ты подталкивал себя К соединению с ближним Ты не раскрываешь Насколько ты против этого И поэтому здесь Предстоит большая работа Прежде чем ты достигаешь Состояния Создал злое начало Когда ты раскрываешь Что Творец Создал в тебе злое начало И ничего кроме этого Нет в тебе ничего Это именно так То есть мы не понимаем Что такое Творение Творение это злое начало Творение это зло На самом деле Когда ты не осознаешь Насколько ты желаешь Только во благо себе Не во благо ближнему И чем хуже будет ближнему Ты чувствуешь себя Только возвышение над ним И это наполняет тебя Но это именно то Что путает Обычного человека Мы говорим о социальной справедливости Мы говорим Есть судебно-правовая система Есть судопроизвод Вроде бы Я не Преступник Не нарушаю ничего Правильно Но мы говорим О нашей земной жизни Это что-то другое А в духовном А здесь мы говорим Сейчас Ты должен преобразовать Себя на ради Отдачи В любящего Ближнего Если ты хочешь Достичь раскрытия Творца Но ведь в обществе Не так А общество Не нуждается в этом Но если я сейчас Кому-то скажу Они будут смеяться надо мной Это понятно Это же нелогично Правильно И поэтому Мы должны объяснить Что мы уже достигли Состояния Когда необходимо В конце концов Начать пользоваться Истинной Торой Но как и была Называется истинной Торой Внутренним содержанием Тора Поскольку свет Не возвращает к источнику То есть Это методика Исправления души И мы находимся В изгнании По отношению к духовному миру И должны исправить себя И раскрыть Духовное Раскрыть Творца Это является целью Для чего мы Донатора Познать Творца И работаем Для него То есть Мы в более исправленном состоянии Когда вы говорите В духовном мире Нет системы суда Ни судей Ни стражников Нет В этом мире Ты должен существовать В соответствии с тем Что установило человечество То что пока что Устанавливает Народ Правительство Ты должен выполнять Эти законы Поскольку установлены Они Не будем входить То почему они Именно таким образом Установлены В их мысли И почему именно Такие желания Пробуждаются Это своего рода Управление свыше Оно скрыто Затем мы поймем это Но мы должны В этом мире Быть как все В своем народе Я нахожусь Таким образом Нужно существовать Но внутри себя Если я желаю Достичь Раскрытия глаз В Торе То есть Раскрыть Творца Раскрыть Высшие законы Почувствовать его Познать его Я должен Подняться на уровень В чем-то Подобный ему Это в мере Слияния В мере Уподобления Я достигаю Раскрытия Творца Может быть Состояние Когда есть Несоответствие Или наоборот Соответствие Материальные законы В соответствии с духовными Это уже Конечное исправление А до того А до этого Конечно же нет Поскольку ты раскрываешь Земные законы В соответствии Своему эгоизму Насколько ты И все другие И все мы вместе Начнем Выполнять эти законы В духовном Тогда мы захотим Это привести И в материальное Поскольку Как я могу Сделать это Отлично Одно от другого Мы когда Существовали Так перед Разрушением Храма Когда народ Израиля Выполнял Эти законы Были периоды Когда их выполняли То есть Сегодня мы Например Знаем Есть Стражники Охранники Нет Судьи И стражники В соответствии С какими законами Которые кто-то установил Без всякой связи С духовным Мы не можем Сегодня Духовные законы Осуществлять Между собой Все эти духовные законы Это законы Любви к ближнему Это законы Общей глобальной системы Которая сейчас Начинает Раскрываться нам И требовать Чтобы мы Выполняли Ее законы Это как мы Находимся сейчас То что раскрывается Сегодня в мире Ты видишь Но ведь сегодня Раскрывается Наоборот Народ требует Мы с этого и начали Требует Социальной Общественной Справедливости Есть У людей Ощущение Желания Изменения Поскольку Раскрывается В мире Сеть связи Между нами Когда мы Все связаны Друг с другом Зависим Друг от друга И должны Что-то Сделать Собой Мы чувствуем Себя Некомфортно Нехорошо То что мы Начинаем делать Ничего не Осуществляется Находимся В кризисе Как по отношению Семьи Так и В воспитании Просвещении Есть множество Катастроф И человек Чувствует Что это не Связано С тем Что происходит Снаружи То что вы Говорите Это не важно Главное Что есть Ощущение Да-да Все во мне Может быть Хорошим Я не думаю Что кто-то умирает С голода Но все-таки Люди Выходят И кричат И за их словами Они сами Не осознают Но на самом деле Они требуют Общественной справедливости И чувствуется Отсутствие Соединения И это то Что проявляется В мире Если мир Проявляет себя Как интегральный Глобальный Когда мы Взаимосвязаны А люди Чувствуют Отсутствие Связи И это По сути дела То что Пробуждает И ко всем Этим Демонстрациям И угрозам Как можно Говорить О монархической Власти В таком состоянии Народ уже давно Живет Демократии Подумать Что сегодня Выберут Царя Это выглядит Это действительно Интересно Вдруг Говорится О царе Его надо Выбирать Из числа Народа Это понятно Если вы Достигаете Состояния Когда все Желания Все мысли Уже Действуют В направлении Земли Израиля Желания К Творцу Взаимной Полной Отдачи Ты выбираешь Какова Основа Твоя Когда ты На этой Основе Все Отдаешь Когда ты Достигаешь Состояние Что вследствие Этого Достигаешь Кетра Короны Уподобления Творцу Во всех Своих Свойствах Мы как Творение Находимся В свойстве Малхут Это наше Большое Желание Получать Высшая Сила Творец Находится В свойстве Кетер И тогда Нам необходимо Объединить Все наши Желания Поэтому Называется Из народа В соединении Всех Мы должны Найти Такую Основу Основу Основ Нашу Которую Мы называем Царем Царем Как Царь Давид Или Машех Сын Давида Это Малхут Давид Царь Давид Это Малхут Который Достигает Состояние Когда он Достигает Кетра И царь Исраэль Исраэль Это не царь Народов Как вы Может быть Читали Во всевозможных Романах Но Царь Исраэль Это Самая Трудная Работа То есть Это Человек Он Судья Но В соответствии с тем Кем он был Он является Высшим Судьей Он является Тем человеком К которому Приходят И задают Всевозможные Непонятные Вопросы И он не может Оттолкнуть их То есть Он должен Вынести Приговор Да Он определяет Здесь Во многих местах Где говорится Об этой работе Это очень Трудная Работа Вам кажется Реальным Чтобы сегодня Вдруг выбрали Царя в Израиле Царь Это высший Судья По сути дела Не думайте Об этом Что сидит Кто-то На троне Судья Тоже Между прочим Сидит на троне И стучит Молотком Да А царь Это судья Это Судьбоносные Решения Самые важные Которые он может Выстроить Соединить вместе Выстроить Ради отдачи Поэтому он ответственен За весь народ Он берет Все желания Народа Собирает их В себе И поднимает их До уровня Кетер И с помощью Него Или же это Царь Каждого В каждом из нас Или же это Общий Соединение Между нами Он поднимает Их К Творцу И тогда Весь народ Достигает Исправления Поэтому Мошех Сын Давида Почему Мошех Сын Давида Мошех Это который Тянет Мошех Всю Малхуд На уровень Кетер То есть Если мы Взглянем На процесс Происходящий Сегодня В Израиле Люди Вдруг Пришли К выводу Они должны Решить Что с ними Будет Не полагаются На правительство Садятся За круглые Столы Обсуждают И дают Правительству Наши требования Это определенный Этап Который Сейчас Развивается И отсюда Приходит К выводу Что Образ Представляющий Народ Нет Народ Должит Требовать От правительства Чтобы оно Помогло ему Достичь Воспитания Воспитание По отношению К взаимному Поручительству Это то Что мы получили На горе Синай Как обязанность Являетесь ли вы Поручителем Друг Друг Находите ли вы Как человек Один человек В едином сердце Это оно Является Исправлением И поэтому Есть первый этап Не делай ближнему Того Что ненавист на тебе И тогда Второй этап Который называется Возлюби ближнего Как себя Это этап Земля Исраэль А все вместе Называется Достижение Взаимного Поручительства Быть как один человек С единым сердцем И это то Что Мы Должны дать Себе И всем И всему народу Это воспитание Правительство Может помочь В этом Поскольку Есть У нее Инструменты Средства Силы Есть в их Руках Средства Массовой информации Но народ Должен этого Требовать А что Судебно Правовой Системой Оно Тоже Будет Действовать В духе Поручительства Этому мы должны Будем научиться Заново Что мы должны Быть Как воспитатели А также Как люди Которые Рекомендуют Как Судьи Стражники Это своего рода Синедрион Который Реальных Реальных действий Когда мы Являемся Судьями Для себя И стражниками Для себя И так мы Продвигаемся Наука Торы Наука Каббала Против Всех Колдовств Против Всех Благословений Красных Нитей Святой Воды И всевозможных Гороскопов И раскрытий Будущего Это то что Рассказывалось Об Аврааме Прежде чем Он стал Об Аврааме Который стал Авраамом То есть Отцом народа Который Занимался Скажем Продажей Красных Нитей Всевозможных Чудес Это Предваряющая Ступень Конечно же Она существует В каждом из нас Тот Кто Начинает Себя Исправлять В истинном Виде Когда Раскрывает Злое Начало И тогда Требует Тору В приправу Именно Может быть Последняя тема Которая упоминается В недельной главе Которую мы сегодня Говорим Это тема Войны Говорится Что Народ Исраиля Должен Завоевать Страну Что такое Война Против твоего Злого начала Выйди На войну Против врагов Кто враги Человеки Это сидящий В доме Его То есть Те Которые Находятся В сердце Его Все желания Мысли Все эти Злодеяния Ошибки Которые Он должен Превратить В заповеди То есть В действии Отдачи Действия Отдачи Называется Заповедь И поэтому Здесь есть Война Война Против эгоизма Чтобы Воевать Против Амалека Особенно В нашей Стране Когда Мы С этими Моральными Ценностями Приоритетами У нас Нет выбора И тогда Тоже Была Была Армия Также И у Царя Давида И у Всех Остальных Царей Поскольку Нет выбора Пока Ты не Достигаешь Исправлений Тебе Это Необходимо Но Если бы Мы Сейчас Изменили Себя Даже Немного В направлении Взаимного Поручительства Мы бы Сразу Увидели Насколько Все Наши Соседи Оставляют Нас В покое Именно Так Давайте Попробуем Мы Не Делаем Здесь Ничего Судьбоносно Плохого В тот Момент Когда мы Изменяем Себя В направлении Любви к Ближнему Среди Нас Народе Израиля Когда мы Начинаем Объединяться Когда мы Были Когда-то В братской Любви Хотя бы Немного Изменить Это Направление С теперешнего Момента В положительном Направлении Взаимном Ты увидишь Как Наступит Покой Как В отношении Здоровья Так И Воспитания Так И С соседями Эти внутренние Войны Внешние Неважно Все Успокоится И достигает Полного Совершенства Так И Говорит В наших На этом Этапе Терминов Переходим К Терминам Термины Шлав Терминов Раф Лайтман Кратенько Каждый из понятий Судья Судья Решающий Дальше Стражник Охраняющий Как стражник Так и хранитель Как судья Так и стражник Они беспокоятся Об отдаче Хорошей Ближнему Об этом говорится Суд И справедливость Судом Называется Когда я работаю Над своим желанием Большим получать А справедливость Это только Во благо ближнего Без обращения Никакого к себе Царь Царь Это слово Малхут Царство Когда есть у меня Сила осуществить Все что есть В соответствии Кетру Творцу Который раскрывается Высшей силой Колдовство Колдовство Каждое действие Которое Я хочу Достичь Не работая Напрямую То есть Когда я работаю Против своего Эгоизма Что такое Будущее Будущее Это Следствие От действия Отдачи Война Против желания Получать Против моего Эгоизма Это война Только в этом Война Нет других Войн Все остальные Войны Включая и Войны в нашем Мире Это результат Того что мы Не воюем Во внутренних Войнах Против нашего Эгоизма Если мы Хотели бы Немного Победить его Все наши Враги Все ненавистники Во всем мире Отдалились бы И вообще Не касались бы Нас Что такое Закон Закон Это природа Природа вокруг Нас Это закон Как и сейчас Раскрывается закон Что мы связаны Вместе И мы связаны В нехорошем виде И поэтому Должны прийти К хорошей связи А нарушитель Преступник Тот кто Ползится Желание получать Ради себя Во зло Ближнему Есть еще одно Понятие Взаимное Поручительство Взаимное Поручительство Это когда мы Осознаем то Что мы зависимы Друг от друга И стоит нам Обращаться К хорошей Взаимности Друг с другом Мы завершаем Читаем отрывок Из Зор Первый отрывок Следующая Заповедь Установить над собой Большой Суд То есть Бину Так как со стороны Хеседа Бина называется Большим судом Ибо Большой Это Хесед Большой В своих судах В левой линии И Большой В своих достоинствах В правой И когда левая линия Бины включена В правую В Хесед Оба они называются Большими Спасибо Спасибо Даня Хаймович Участвовал Гелат Шадмон Спасибо дорогие зрители До следующей встречи Всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому